Сегодня, 6 ноября, Церковь отмечает праздник иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Вспоминает священномученика Лаврентия, епископа Балахнинского, священномученика Алексея Порфирьева, мученика Алексея Нейтгарта. Икона Божьей Матери всех скорбящих радость прославилась в 1688 году. Родная сестра патриарха Иоакима Ефимия долгое время страдала неизлечимой болезнью. Однажды во время молитвы она услышала женский голос. «Ефимия, иди в храм преображения сына моего. Там есть образ, именуемый всех скорбящих радость». «Пусть священник отслужит молебен, и получишь исцеление от болезни». Ефимия исполнила повеление и исцелилась. На иконе всех скорбящих радость Богородица пишется в полный рост в окружении преподающих к ней бедствующих христиан и посланных для утоления скорбей ангелов. Чудотворная икона и сейчас находится все в том же храме. Он больше известен как храм преподобного Варлаама Хутенского, на Большой Ордынке. В Москве также действуют еще четыре приходских храма во имя иконы всех скорбящих радость, в том числе при Старой Екатерининской больнице. Празднуя память иконы Божьей Матери, называемой «всех скорбящих радость», мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Моли сына твоего о нас. Священный мученик Лаврентий и епископ Балахнинский родился в 1877 году в Кашире. Он закончил семинарию и духовную академию и принял монашество. В 1917 году Лаврентий стал епископом Балахнинским. Когда в епархии начались аресты священников, архиепископ Лаврентий посещал их в тюрьме. Вскоре он созвал съезд духовенства Нижегородской епархии. На нем было принято воззвание, призывающее верующих протестовать против закрытия храмов, монастырей и конфискации церковного имущества. Вскоре владыка был арестован. Пока епископа вели под конвоем через весь город, люди то и дело подходили к нему за благословением. В тюремной камере епископ Лаврентий часто и подолгу молился, не обращая внимания на насмешки сокамерников. Вскоре, видя силу духа владыки, они начали присоединяться к нему. Священномученика Лаврентия расстреляли вместе с двумя другими инициаторами воззвания протеереем Алексеем Порфирьевым и Алексеем Нейтгардом. По преданию, в момент казни все, в том числе и отряд красноармейцев, услышали пение Херувимской. В годы гонений на русскую церковь в XX веке требовалось огромное мужество, чтобы возвысить свой голос в защиту веры и церкви. В страдании и смертенного мучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в мучениках древних времен. Мы обращаемся к ним с молитвой. Молите Бога о нас. Священный мученик Алексей Порфирьев родился в 1856 году в крестьянской семье. Он с отличием закончил семинарию и духовную академию, затем преподавал в Нижнем Новгороде и там же принял священнический сан. Протеерей Алексей Порфирьев служил в разных нижегородских церквях, был настоятельным городского кафедрального собора. Один год он даже представлял духовенство в Государственном совете Российской империи, аналоге современного Совета Федерации. Но вскоре по состоянию здоровья он оставил государственную службу. В 1918 году протеерей Алексей Порфирьев участвовал в созыве съезда духовенства Нижегородской епархии. На нем было принято воззвание, призывающее верующих протестовать против закрытия храмов, монастырей и конфискации церковного имущества. Вскоре после съезда священника арестовали. Священно-мученика Алексея расстреляли вместе с епископом Балахнинским Лаврентием и Алексием Нейтгардом. В 2003 году в соборе Нижегородского Кремля была установлена икона святого Алексея Порфирьева. Это была первая нижегородская икона святому погибшему за веру в советское время. Русская Православная Церковь в XX веке явила всему миру сон мучеников и исповедников. Главное сокровище и наследие, переданное нам новомучениками и исповедниками, это их любовь ко Христу, их искренняя и безусловная вера. Церковь обращается сегодня с молитвой. Священно-мученик Алексей, моли Бога о нас. Мученик Алексей Нейтгард родился в 1863 году в дворянской семье. Его прадедом был великий полководец Александр Суворов, а Шуриным – знаменитый реформатор, премьер-министр Петр Столыпин. Да и сам Алексей Борисович был видным общественным и государственным деятелем, заседал в Государственном Совете. Но известен он был не только этим. В Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде Нейтгарта знали как благотворителя, строившего церкви, финансировавшего в годы Первой мировой комитет помощи беженцам. В 1917 году он был уволен со службы и поселился в Нижнем Новгороде. Как бывший губернский предводитель дворянства, он подписал воззвание съезда Нижегородского духовенства. Документ был направлен против изъятия церковного имущества. В 1918 году его вместе с дочерью и сыном арестовали. Вскоре он вместе с семьей был расстрелян. Недавно в бывшем имении Недгартов в Нижегородской области был восстановлен домовый храм Часовня. Теперь там снова, как и сто лет назад, звучат слова молитвы. Православная Церковь напоминает, что наш христианский долг восстанавливать память о новомучениках, хранить имена и свидетельства об их жизни и исповедническом подвиге. Церковь молитвенно почитает мучеников XX века и обращается к ним. Молите Бога о нас! Редактор субтитров А.Семкин